МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуджекен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В этом году областная специализированная школа-интернат Мурагер отмечает 20-летие. Сегодня Аким Карагандинской области побывал на празднике последнего звонка в школе и поздравил выпускников. Четверняшки родились в Караганде. Радостное событие появления на свет сразу четырех младенцев произошло в областном перинатальном центре Караганды. Сегодня детей и их маму благополучно выписали домой. Уже через несколько лет в Карагандинской области раскинутся обширные лесные зоны. В нынешнем году планируется высадить 300 гектаров леса. Первый IT-класс в Карагандинской области открылся на базе школы для одаренных детей Мурагер. Презентацию IT-класса посетил Аким области Ирлан Кушанов. Глава региона ознакомился с инновационными проектами учеников, а также поздравил выпускников с окончанием школы. В этом году в школе Мурагер последний звонок прозвучал для 80 выпускников. В школе Мурагер тройная радость. Открытие первого IT-класса в регионе, последний звонок и 20-летний юбилей. За эти годы школа выпустила тысячи одаренных детей, дав им качественное образование на трех языках. Последний звонок в школе Мурагер празднуют с особым размахом. Администрация делает все, чтобы торжественная дата запомнилась выпускникам на долгие годы. Особенностью церемонии текущего года стало присутствие Акима Карагандинской области Ирлана Кушанова. Глава региона лично поздравил выпускников школы и пожелал им удачной сдачи экзаменов. Буквально через несколько дней у вас начнутся экзамены. Я хочу пожелать в первую очередь, чтобы вы достойно прошли эти испытания. Я думаю, для вас это большого труда не составит. Все-таки вы – выпускники школы для особо одаренных детей. И у вас большое конкурентное преимущество – вы говорите на трех языках. В этом году школу Мурагер заканчивает 80 выпускников. Среди них 10 претендентов на Алтенбельге и 8 на аттестат с отличием. В столь радостный день выпускники испытывали волнение. Ведь впереди их ждет череда экзаменов и важный шаг – поступление в высшие учебные заведения. Сегодня для нас очень волнительный день. Подходит к концу школьная жизнь, которая была наполнена радостью. Этот год является особенным для всех нас, ведь нас пришел поздравить Аким. Нашей школе исполнилось 20 лет. Открылся IT-класс. Я счастлив, что учился в этой школе. В прошлый раз я занял первое место на Олимпиаде и выиграл грант на обучение в столичном вузе. Я планирую стать филологом казахского языка. В ходе мероприятия Акимобласти Ерлан Кошанов посетил первый в регионе IT-класс. Это один из инициативных проектов областного филиала партии Нур-Отан. В данных классах детей планируют обучать программированию. Здесь они обучаются основам программирования и робототехники. Открываются такие IT-классы у нас по Карагандинской области. Мы запланировали в этом году уже 22 IT-класса во всех городах и районах Карагандинской области. Школьники продемонстрировали Акимобласти свои достижения в различных сферах. Презентовали проекты, направленные на благотворительность, а также показали робо-суму. Ерлан Кошанов высоко оценил разработки учащихся и пожелал им успехов в дальнейших начинаниях. Он подчеркнул, что все эти проекты играют важную роль в реализации программы «Цифровой Казахстан». Тухжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Последний звонок прозвучал еще и в 376 школах области. Красочное торжественное мероприятие прошло и в гимназии номер 92. В этом году школу оканчивают 51 выпускник. Среди них 5 претендентов на знак Алтенбельга и 1 аттестат с отличием. Последний звонок – один из самых волнительных моментов для выпускников. Это прощание со школой и вступление в новый этап жизни. В текущем году из гимназии выпускаются более 50 человек. Среди них Али Толегенов, который проучился в этой школе все 11 лет. За годы обучения Али показал себя активным и прилежным учеником. Получал высокие оценки и принимал участие в различных мероприятиях. Последним достижением Али в роли школьника стала победа в городском конкурсе «Ученик года». Мне и радостно, и грустно. Школа – это наш второй дом. А сегодня нам придется с ним проститься. Сейчас я занят подготовкой к тесту и намерен оправдать надежды родителей и учителей. Всем выпускникам я желаю удачи и успеха. В этом году пять выпускников школы претендуют на знак «Алтенбельга». Это награда за годы отличной учебы и показатель профессионализма педагогов. По словам директора школы Куланшаш Сейтимбетовой, этот выпуск показывал себя лишь с лучшей стороны. За годы обучения ученики неоднократно становились призерами республиканских и международных олимпиад и конкурсов. «Последний звонок для выпускников совпал с важной датой – 20-летним юбилеем нашей столицы. Наши выпускники на протяжении долгих лет демонстрировали свои знания, оправдывали наши желания. Мы в них верим и гордимся ими. Все выпускники будут сдавать ЕНТ. Мы уверены, что они наберут высокие баллы». Торжественная церемония продолжилась праздничным концертом. Выпускники исполнили песни, посвященные своим учителям, а завершающей нотой стал красивый вальс. Торжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Тимиртаусские полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве и сожжении тела. По информации Пресс-службы областного департамента внутренних дел, в ходе оперативных мероприятий задержан 25-летний житель Тимиртау. Стоит отметить, что расследование этого преступления находится под личным контролем руководства ДВД. Напомним, что в прошлые выходные в городе Металлургов на улице Панфилова найден обгорелый труп мужчины. Проходившие мимо люди разглядели среди сгоревших дров обугленный силуэт человека и вызвали полицейских. По словам очевидцев, в этом районе часто собирались сомнительные люди. Постоянно происходили какие-то разборки. На месте происшествия полицейские нашли ключи, обгорелую купюру в тысячу тенге и часть сгоревшей банковской карты. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 25-летний житель города Тимиртау, который, по данным следствия, в ходе возникшей ссоры нанес телесные повреждения потерпевшему и с целью сокрытия преступления поджог тела. Задержанный подворен изолятор временного содержания проводится расследование. Впервые за всю историю в Карагандинской области родились четверняшки. Пополнение случилось в семье жителей города Сарань Регины и Николая Горх. Радостное событие новоиспеченные родители разделили с журналистами. Сперва они мне казались, как бы, Вильгельм и Готли. Рассказывая о малышах, от волнения счастливый отец Николай Горх путает имена детей. В начале апреля его жена подарила ему сразу четверых детишек, одну дочку и трех сыновей. Николай и его жена Регина поженились в 2014 году. С тех пор в семье с нетерпением ждали пополнения. Новоиспеченный отец признается, когда УЗИ подтвердило, что пара, ожидая четверню, он испытал и радость, и тревогу. Ну, комок в горло подскочил, конечно, но вернулась слеза. Не буду, как говорится, кривить душой. Радость, тревога сразу, потому что это очень тяжело. Тут одного, трое людей, тяжело выходить, ребенка, а тут уже сразу четверо. Малыши появились на свет 4 апреля. Самый крупный вес составил 1,7 кг, самый малый – 1,1 кг. Недели спустя стала мамой. По статистике, рождение четверни – это случай один на миллион. 32-летняя Регина рассказывает, что беременность проходила легко. Не мучила и токсикоз. Новоиспеченная мама заявляет, что уже заметны отличительные черты характера каждого из ее детей. Стоит отметить, что в детях сечет немецкая, русская и башкирская кровь. Интересные имена для детей выбрал их папа. Николай назвал их в честь своих немецких предков – Иоганн, Эмма, Вильгельм и Готлиб. У последнего имени особое значение – любимый богом. Малыша решили назвать так из-за его особенностей. Мальчик родился с недоразвитой рукой. Счастливая чета нисколько не печалится. Главное, что дети живы и здоровы. При многоплодной беременности проблемы со здоровьем детей не редкость, говорят врачи. Они совершили настоящий подвиг. Провели сложную операцию на глазу Эммы. Девочка родилась с ретинопатией. Впервые в Карагандинской области, так как дети недоношенные, девочки Эмми, наши доктора провели, детские офтальмологи-хирурги провели операцию на глаза. Мы знаем, что новорожденные, недоношенные дети рождаются с ретинопатии новорожденных. И эта операция прошла успешно. Сейчас и мама, и малыши чувствуют себя хорошо. Их здоровью ничего не грозит. Врачи областного перинатального центра выписали многодетную маму. Теперь Регину и Николая ждут бессонные ночи и уход за малышами. Помочь супружеской паре вызвались многочисленные родственники. Большая семья будет жить в однокомнатной квартире в Саране. Николай работает кладовщиком. Финансовые возможности у пары небольшие, но они не отчаиваются. Говорят, что родные обещали им помочь с покупкой колясок и одежды. С мира по нитке голому рубаха проговаривают с улыбкой счастливый отец. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В библиотеке Карагандинского экономического университета представили 18 новых книг, переведенных на казахский язык. Среди них учебники по философии, психологии, социологии, политологии, менеджменту, антропологии и журналистике. Всего библиотекой вуза от Национального бюро переводов было бесплатно получено около тысячи экземпляров книг. Аналогичные поставки были произведены и в другие ведущие вузы страны. Поступление книг в таком большом количестве делает новую учебную литературу доступной для преподавателей и студентов. У наших студентов появилась большая возможность обогатить свой язык и, конечно же, получить информацию из первоисточников. Полученные 18 книг переведены с языка оригинала. Из них 16 книг переведены с английского языка, одна книга переведена с русского языка и одна книга с французского языка. Вместе с преподавателями с новыми учебниками ознакомился первокурсник Низам Иристаев. Он отметил, что по этим учебникам учатся студенты ведущих вузов мира, таких как Оксфорд, Гарвард, Ель. В руках Низам держит новый учебник по менеджменту. Именно его он намерен использовать в учебе. Я ознакомился с книгами по менеджменту. Во-первых, это моя специальность, я первый курс. Это очень большая возможность изучить книгу по менеджменту именно на казахском языке в свободном доступе. Это классика мировой литературы. И тем самым по этим книгам обучались профессора нашего университета. И то, что они есть в свободном доступе на казахском языке, дает большую возможность для студентов для изучения менеджмента. Идея сделать доступной лучшую литературу мира на казахском языке принадлежит Нурсултану Назарбаеву. 12 апреля прошлого года он представил программную статью «Болошака Багдар Рухани Жангару», в которой в качестве одного из проектов модернизации вошла идея о переводе лучших мировых учебников и книг на казахский язык. Спустя ровно год созданная по инициативе главы государства Национальное бюро переводов заявила об издании первых учебников. Каждой книге предъявлялись жесткие требования. Во-первых, эти книги должны быть применены в ведущих вузах мира. Во-вторых, в книгах должна содержаться идеологическая нейтральность. В-третьих, конечно же, книги должны быть переизданы не менее трех раз. И последний выход учебника должен быть не позднее трех лет. Сотрудники библиотеки университета отмечают, что студенты могут ознакомиться с учебниками не только в читальном зале, но и при необходимости пользоваться ими дома. Более того, в электронном варианте переведенная литература представлена на открытой платформе 100 новых книг Казахстана. До конца нынешнего года в Карагандинском экономическом университете ожидают поставку еще 30 наименований книг. Своё 20-летие отметила кафедра досудебного расследования преступлений Карагандинской академии МВД имени Баримбека Бесенова. Именно здесь готовились кадры для всего бывшего Советского Союза. Этой дате была посвящена Международная научно-практическая конференция. Международная конференция была подготовлена в рамках седьмой задачи послания президента Республики «Казахстан народу страны» от 10 января 2018 года. В работе научно-практической конференции приняли участие руководители, профессорский и преподавательский состав академии, а также гости, прибывшие со всех стран СНГ. Научный потенциал вуза действительно впечатляет. Шесть докторов наук, семь профессоров, 46 кандидатов наук, 13 доцентов. География получивших образование в Карагандинской юридической академии обширна. Многие стали ведущими специалистами в области юриспруденции. Олег Зайцев, вице-президент Союза криминалистов и криминологов, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, привез с собой в подарок коллегам свои труды. Меня остановили на границе, говорят, что у вас в чемодане везете? Почему он такой тяжелый? Контрабанда? Я говорю, книги? Я профессор. Привез свои труды некоторые, не все, конечно, потому что у меня где-то порядка 350 трудов разного уровня, но я не мог все привезти. Но те книги, которые связаны именно с расследованием преступлений, вот у нас, вот это вот выставлено, вот по-моему, да? Это работа есть, да? Вот. Но зато есть, например, концепция гуманизации уголовных производств, вот это нет. Или государственная защита участников процесса, участие подсудимого в судебном разбирательстве, уголовно-процессуальной деятельности начальника исправительного учреждения, свидетельств, ну и так далее. И даже криминалисты даже не пришли. Кафедра досудебного расследования преступлений была образована в Карагадинской академии МВД Республики Казахстан в 1997 году в качестве специальной и выпускающей кафедры по следственно-криминалистической специализации. Первоначальное название кафедры было «Организация расследования преступлений». Первым начальником кафедры стал Толгат Сальсенбаев. Все было в нове. Специалистов приходилось обучать прямо со школьной скамьи. Начинать всегда трудно, было достаточно сложно, особенно первое время, когда не было необходимых методических документов. Конечно, мы опирались прежде всего на опыт Волгоградской высшей следственной школы, которая имела уже очень большой опыт в проведении такой подготовки. Более того, у них функционировала аналогичная кафедра предварительного расследования. Профессия юриста – это очень хорошая профессия. Она позволяет нести добро, справедливость, разумность и восстанавливать нарушенные права человека. Для Казахстана я хотел бы прежде всего сказать, что юристов много не бывает. Чем больше человек в правовом плане образован, тем больше будет законности и правопорядка. На пленарном заседании и работе секций Международной конференции рассматривались вопросы уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан и проблемные моменты функционирования отдельных институтов, правоприменительные практики. В кафедре были выручены поздравительные адреса, а нынешние курсанты смогли познакомиться с людьми, которые не просто учились в Академии, но и создавали ее историю. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Уже через несколько лет в Карагандинской области раскинутся обширные лесные зоны. Во всяком случае, такова цель областных властей. В нынешнем году планируется высадить 300 гектаров леса. Сотрудники Карагандинского лесного хозяйства уже начали посадку саженцев. На территории Новотихоновской березовой рощи высажено 28 гектаров сосны обыкновенной. Посадочный материал привезен из Кокшетаусской селекционной станции. В нашем регионе есть свой питомник, но там выращивают в основном лиственные породы деревьев – клен, вязь и другие. Все работы проводятся согласно специальному плану, разработанному областными властями совместно со специалистами. В целом, все эти лесокультурные работы проводятся в рамках лесоустроительных проектов, в рамках проектов лесных культур, которые разрабатываются научными организациями. Исходя из почвенно-климатических условий, к сожалению, в основном состав, породный состав высаживаемых лесных культур у нас лиственный. Но есть участки, которые благоприятны в почвенных отношениях. И здесь мы стараемся высаживать именно хвойные насаждения, более благородные. Специалисты отмечают, что с каждым годом растут площади посаженного леса. Еще пять лет назад засаживали не более ста гектаров земли по всей Карагандинской области. Сегодня только силами лесхоза запланировано высадить саженцы на площади 300 гектаров. В 2012-13 годах было 100-130 гектаров. Это говорит о том, что с каждым годом объемы воспроизводства и лесоразведения растут. Государство выделяет деньги. Все работы проводятся у нас по согласно рабочему проекту. В нынешнем году рабочий проект у нас 300 гектаров. Из них 100 гектаров в Шахтинск, 160 гектаров в Сарань и 40 гектаров в город Караганда. Карагандинская область – это самый малолесистый регион страны, заявляют специалисты. Уже много веков здесь безраздельно властвует степь. Однако сегодня развитая промышленность Центрального Казахстана вносит свои коррективы. Требуется недорогой, но эффективный способ поглощения углекислого газа. Сделать это могут только деревья. В целом, один гектар хвойных лесонасаждений способен поглотить до 400 килограммов углекислого газа и в течение 12 часов может выработать до 200 килограммов чистого кислорода. Сегодня в Казахстане действуют специальные стандарты. В промышленных городах на одного жителя должно приходиться не менее 40 квадратных метров зеленых насаждений. Напомним, что на одном из совещаний Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов поручил разработать дендрологические планы на каждый населенный пункт. Если все планы удастся реализовать, то вполне возможно, что уже через пару десятилетий степи Карагандинской области уступят место лесостепным зонам. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Уже более 30 тысяч жителей Карагандинской области пользуются мобильным приложением ДомуМед. В настоящее время идет работа над расширением информационного контента. Кроме того, в нынешнем году будет подключена функция обратной связи и мобильных опросов. О том, насколько удобно пользоваться мобильным приложением в нашем следующем репортаже. С помощью мобильного приложения ДомуМед карагандинцы могут записаться на прием к врачу, вызвать доктора на дом, получить результаты лабораторных исследований, рецепты, больничные листы. И в будущем количество доступных приложений медицинских услуг будет только увеличиваться. Преимущество мобильного приложения уже оценила 22-летняя карагандинка Аяжан Медельханова. Главное преимущество этой программы – не выходя из дома, можно вызвать на дом врача или же записаться на прием к врачу. Так как я сейчас в интересном положении, в этой программе есть календарь беременности. Это очень важно для меня. И в этой программе я узнала много информации. Мобильным приложением ДомуМед на сегодня пользуются десятки тысяч жителей Карагандинской области. Только в этой третьей поликлинике зарегистрировано 18 тысяч пользователей. По данным медиков, уже более 50%. Пациентов записываются на прием самостоятельно с помощью электронных сервисов. Через данный момент по своему телефону каждый пациент может записаться к своему участковому врачу, может вызвать участкового врача при заболевании, при болезни, когда сама заболеет или ребенок заболеет, или дома пожилой родителей. Кто-нибудь заболеет, на него можно через ДомуМед и вызвать. Специалисты также отмечают, что мобильное приложение работает не только в Караганде, как думают некоторые, а по всей области, где действует мобильный интернет. А это значит, что возможностями современных технологий могут пользоваться и сельские жители. Гульнур Жакин, Андрей Теншал, Каралтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аманцов, Унстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова